Подарок для безопасности с доброй миссией установить пожарные извещатели в квартиры многодетным семьям пришли спасатели. Он поможет вам, во-первых, при возникновении какого-либо задымления, даже если вы спите и не почувствуете запаха дыма, этот извещатель поможет вам определить это задымление и вовремя среагировать. У Лолы трое детей. Дома сегодня только самая маленькая, 11-месячная Элина. Шума дрели девочка не испугалась. Ее мама тоже готова потерпеть некоторые неудобства, чтобы потом чувствовать себя в безопасности. Маленькая девочка только-только начинает ходить. Она у меня трогает эти, как его, от газа вот эти включатели. Может она, вдруг я отойду куда-нибудь в комнату, там что-то будут делать, а на раз, может нечаянно включить. А может или я сама вот по запарке могу что-то включить не то. Извещатель не нужно настраивать или ухаживать за ним. На ближайший год о приборе можно забыть. А когда надо будет менять, издаются звуки короткие. Такие пи-пи-пи. Значит, надо менять батарейку. Вы поменяете, снова ставите, снова будет целый год работать. В случае задымления извещатель начнет издавать громкие звуки и предупредит семью об угрозе, что позволит избежать трагедии. В республике Башкортостан в июле месяце произошел пожар в частном доме. Зафиксировано 9 человек погибли и 5 из них детей. То есть наша такция направлена на установку пожарных извещателей автономных, на то, чтобы их функция, так сказать, предупредить о возникновении пожара. Извещатель очень чувствителен, и это беспокоит еще одну нашу героиню, маму пятерых детей Ольгу Топчененко. Женщина много времени проводит у плиты и переживает, что когда будет готовить, чудо техники запищит от жара и пара. Спасатели уверяют, реагировать извещатель будет только на дым. Часто мы находимся на втором этаже у нас, в спальне там. Я часто бываю там, и что тут происходит, мне через стены не видно. И если он будет там как-то фиксировать вот этот вот дым для меня, это, конечно, очень хорошо. Пожарный извещатель оповещает жильцов о возгорании. Далее жильцы должны позвонить пожарную службу 0111-112. Наличие извещателя вовсе не гарантия того, что пожара не произойдет. Поэтому специалисты еще раз напомнили многодетным мамам, как вести себя в экстренной ситуации и как обезопасить жилье от огня. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.